всем привет друзья в этом видео расскажу про такой прибор как вектор скоб но если вы не знаете о чем это но не только об этом потому что видосов проектор скоб как бы очень много на ютюбе но полезной информации которые вам скажу и как бы нигде нет и так вот мы возьмем какой-то кадр до два градиента вектор скоб ничего нам не показывает потому что это прибор который работает простым образом он берет какой-то пиксель какой-то пиксель до допустим этот черный и смотрит какой у него цвет в плане тон и насыщенность вот тоже 100 самое что я рассказывал в первом видео по цветокоррекции там 12 цветовых конфигураций собственного тут на вектор скобе перечислены 6 конфигурации первичные три первичных rgb 3 вторичных и третичные конфигурации здесь не перечислены кроме одной третичной конфигурации то вот это белая линия про не скажу но сначала так вектор скоб берет пиксель вот например я создам цветовую конфигурацию красную да он берет и каждый каждый пиксель на этом изображении несмотря на то что ну они все в ряда то одинаковые тут грубо ли тут один ряд имеет значение вот он берет каждый пиксель смотрит его точную цветовую конфигурацию смотрит его уровень насыщенности и помещает его в какую-то точку на этом цветовом круге на самом деле цветовой круг то есть я понижаю насыщенность он соответственно все пиксели упаковывают в вот в такую короткую линию если появляются какие-то пиксели с максимальной насыщенностью вот он им их нам демонстрирует такой вот вектор скоб да то есть он беспристрастен как любой прибор вот я беспристрастен когда делают коррекцию потому что смотрю на него допустим я пытаюсь сделать какую-то там первичную допустим так стоп делаю вот зеленый направлен зеленый насыщенный там синий направлен в синий ну убираю синий направлен в желтый он убираю зеленый направлен в маджентовый убираю красный он будет направлен в циан но аналогично с третичными цветами та же самая тема но я сейчас скажу про самый главный третичный цвет этот цвет кожи он всегда должен лежать на вот этой вот линии это называется линия skin тонов если даже не верите вот здесь шоу чутам skin tone indicator это индикатор это значит что эта линия показывает что если ваша кожа на изображении не лежит на этой линии значит вы херовый кэр колорист вот но либо у вас такой режиссер со своей задумкой ну либо вас там не небо синее светит но в общем если при нормальном освещении ваша кожа не лежит на этой линии то все пиши пропало плохой цвет ну серьезно это самый главный цвет который человек в принципе распознает и так я создам небольшую цветовую конфигурацию которая будет лежать на этой линии и вот сейчас начинается так и сейчас начинается самое вот такое вот интересное что никто вам нигде не расскажет значит смотрите я создаю небольшую цветовую конфигурацию вот такую вот получается так вот этот цвет кожи человека да он такой коричневатый темный но это именно темный такой насыщен но темный ненасыщенный цвет кожи и сейчас смотрите я создам еще одну ноту и постараюсь аналогичным образом усилить то есть я повышаю красный понижаю синий и тут бах у нас как бы вот расползлось изображение ну как бы расползлась вот эта линия до расползлась она ушла с линии скинтонов она расползлась какая-то ветвь пошла на был но стала направлена в сторону красного какая-то ветви направленным мимо линии скинтонов сторону желтого и что-то какие-то здесь куча оранжевых почему такой вот одной насыщенности это все разные конфигурации оранжевого вот получается что в вектор скоб нам нужен для того чтобы все было четко но кроме этого нам нужно реально всегда понимать как работают инструменты и я сейчас расскажу как бы скажу за что я люблю этот saturation ручку и обычно все не особо любят но мне нравится за то что когда ты ее вот так вот делаешь до сотки ну то есть saturation с 50 до 100 увеличивает насыщенность в два раза смотрите на 50 она увеличивается ну вот допустим видите какое расстояние от центра да это же уровень насыщенности сейчас я его увеличиваю и вот она увеличилась вдвое до появились какие-то пиксели которые направлены в сторону красного но при этом они все же достаточно кучно лежат в отличие от прошлого случая вот что же делает эта ручка насыщенности для этого мы вернемся на в форм и увидим что у нас есть оранжевая цветовая конфигурация красного больше чем зеленого зеленого больше чем синего и вот эта ручка очень по умному раздвигает смотрите она зеленый практически не трогает ну конечно немножко проседать но она его не трогает но она сохраняет конфигурацию то есть сохраняет помните вот это относительная разница красный минус зеленый зеленый минус синий и в каждой точке она сохраняет пропорцию то есть она старается сохранить конфигурацию да факт что конечно не очень выходит появляются какие-то пиксели которые направлены в красную сторону но это все же неплохо это лучше чем мы ручкой гаммы пытались затонировать изображение так вот секрет хорошей цветокоррекции это правильная кожа и чтобы чтобы уметь делать правильную кожу нужно уметь правильно пользоваться приборами пользоваться инструментами поэтому в последующих выпусках да в этом была цель рассказать про вектор скоп а еще рассказать про то что можно очень легко опростоволоситься как бы на вот таких вот очень простых вещах до следующих видео я расскажу как с помощью вот лифт гамма гейн править оттенки править цветовые конфигурации на реальных кадрах вот и учитывать вот этот вот оранжевый спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайк ставьте колокольчик вверх вот задавайте вопросы в комментариях или пишите мне в инстаграм в директ вот и но все будет классно ждите следующих видосов спасибо